Трансляция на ютубе. Преображение Господня. Слава Богу, слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю, Искупителю Господу. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, слава Богу. Приветствую всех, кто подключается. Вот, приветствую всех, кто уже подключился, слава Богу. Сегодняшняя трансляция такая вот, названа мной была, как именно, преображение Господне и наше преображение в Нем, в Господе, в Иисусе Христе, слава Богу. В эти дни продолжается праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И поэтому, в общем-то, тема преображения, она такая очень важная. Вот для нашей Церкви и вообще вот для христиан, я считаю, разной конфессией, не только для нас православных, вообще для всех христиан, для всех верующих, независимо от конфессии, динаминации нашей, действительно так и есть. И, наверное, сейчас сниму глобок, вот, и тема преображения Господня. Целую неделю продолжается празднество преображения Господня. Я, кстати, вот только что здесь был на рынке, купил хлеба как раз вот завтра. Утром подключайтесь, друзья, на хлебопеломление, причастие в христию. И вот я на хлебопеломление взял вот, фатирь называется, да, по-моему, так вот, лепешка вот такая вот, вот такая лепешка. Ммм, а вкусно пахнет так. Вот. Вот такая пресная лепешка, они объяснили мне ее, пекут именно бездрожжевое тесто. Вот, и единственное, что она еще, вкус еще у него другой, она масло, это как используется, льняное масло, о, на льняном масле даже сказали мне, и вот льняные зерна здесь, вот, и кунжут, да. Вот такую лепешку взял я, вообще, для меня, здесь. Вот, и буду делать причастие вот такой лепешкой, да, здесь у братьев, мусульман, купил здесь и одну, вторую лепешку, да, слава богу. И кто уже подключается, кто подключался по утрам, те знают, что вот утром я совершаю хлебопроломление, евхаристию, причастие, вот, и люди, кто подключаются, я всех приглашаю принять причастие, вот, принять тело и кровь Господа Иисуса Христа, вот. Вот, кто еще не примирялся с Богом, я призываю к примирению с Богом, принять Иисуса Христа своим спасителем Господом и совершать это причастие, евхаристию. Даже в домашних условиях, так один-один перед Богом, вот, и слава богу за интернет, слава богу за, вот, возможность такие трансляции делать, когда верующие разных конфессий, динаминаций, традиций, и неверующие люди разные присоединяются, вот, обращаясь к Господу Иисусу Христу, как к своему личному спасителю Господу. Преломляя хлеб в разных странах, одновременно совершаем причастие мы, хлебопреломление получается, находясь в разных странах, на разных континентах порой, слава богу, вот, и единственное условие для причастия, это принятие Иисуса Христа своим Господом Богом спасителем, принятие спасения через веру в Иисуса Христа, аллилуйя, слава тебе Господи. Вот, и причастие, я, когда есть возможность хлеб такой, допустим, использую такой хлеб, нет такого хлеба, ржаной обычный хлеб, у нас в церкви мы используем, в общем, мацу, опресники, используем такие, ну, классические пасхальные опресники, вот, потом, значит, я говорю о веществе причастия хлебопреломления, вот, значит, и виноградный сок используем чаще всего, кагор, виноградный сок, но, в последнее время, допустим, обычно яблочный виноградный, покупаю сок, вот, и использую для причастия, когда нет сока, даже, просто, даже воды наливаю, беру хлеба, нет такого, беру ржаной хлеб, вот, и совершаю причастие Евхаристию во имя Господне, во имя Иисуса Христа, вот, и это очень важный элемент, считаю, преображение нашего, преображение ума нашего, преображение нашего мышления, преображение нашей жизни христианской, слава богу. Вот, если вы в семье, допустим, вот, вы муж, да, жена, дети, вместе тоже возьмите хлеба, налейте соку, поблагодарите Бога всемогущего за тело и кровь Иисуса Христа, преломните в простоте сердца и ешьте. Самопричастие, оно совершается не просто нашим ртовым, желудком, оно совершается здесь и здесь, в первую очередь, оно совершается нашей верой, нашим рассуждением о теле и крови Иисуса Христа, слава богу. И сегодня я перечитывал, значит, у меня есть украинское Евангелие, вот, прочту на русском языке, значит, перечитывал из Евангелия от Матфея, ну, где рассказывается о преображении, это 17 глава, да, но меня заинтересовала предыстория больше сегодня, предыстория этого события, преображения Господнего, 16 именно глава, вот, которую я часто цитирую, именно фрагменты из 16 главы, вот, именно на уроках по экклезиологии, когда говорю о церкви вообще, вот, в начале сентября буду как раз проводить занятия по экклезиологии, вот, значит, и как раз, вот, ключевым местом писания 16-18 знали, да, вот это, я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней, или в синодальном переводе написано, не одолеют ее, слава богу. И в 16 глава Матфея начинается такими словами, и приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненасти, потому что небо багрово, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете, рот лукавый, прелюбодейный, знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иуны Пророка, и оставив их, отошел. Вот, а потом, как раз, вот, и вот этот разговор про закваску, что, значит, учеников своих он просто предупреждает, пожалуйста, не делайте так, вот, не живите так, не имейте в себе вот этой, вот этой подлости религиозной, вот этой закваски этой, его фарисейской, саддукейской, он написан, переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов, ну, забыли хлеба купить, значит, ну, как? Ну, как бы, вот, такая история, небольшая такая, заминка такая возникла. Иисус, а здесь еще Иисус говорит им, представляете, Иисус, вроде как в тему, сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев, то Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли, еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах и пяти тысячах человек, и сколько коробов вы набрали, не о семи хлебах и о четырех тысяч, на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали. То есть он напоминает, там, слушайте, вообще, не морочите мне голову, вы разу не помните, какие чудеса я совершал, накормив множество, ну, тысяч людей, несколькими хлебами. Неужели вы думаете, что сейчас я не могу помолиться и умножиться хлеб, увеличиться хлеб, появится хлеб на столе вообще? Как сказать, самобранка какая-то появится. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского, лицемерие, вот это религиозное лицемерие, ханжество, вот это вот страшная вещь, оно делает даже человека неспособным видеть очевидное, видеть божье чудо. Страшная история, конечно. 17 глава дальше начинается с преображения, с описания преображения, то есть те люди, что, будучи отравлены религиозным этим лицемерием, они требовали знамения, и знамений им не было дано. Но вот те простые сердца, трое из учеников Иисус взял их с собой на гору помолиться, и он, да, это было, я так понимаю, время позднее, потому что Иисус обычно уходил на молитву как раз на ночь, вот, и ученики, плюс еще поднимались на высокую гору, конечно, устали, конечно, не вздремали, вздремали, значит, но Иисус не дремал, Иисус молился, будучи в единении таком, в молитвенном таком состоянии с Богом, в молитве к Богу, и, да, конечно, ученики проспали кое-что очень важное, но они, с другой стороны, очень важное и увидели. И вот здесь, по прошествии дней шести, Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился перед ними. Сегодня я больше молюсь, знаете, о чем? Сегодняшним днем, вот, в продолжении праздника преображения Господнего, я молюсь о нашем преображении в нем. Преображение Господа, Иисуса Христа, я на соборе об этом как раз, вот, в воскресенье прошлое, прошедшее воскресенье я говорил на соборе, и вот в следующее воскресенье как раз будет у нас как продолжение такое, и завершение преображения, и, в общем-то, продолжение темы этой как раз, очень важной темы, преображение наше в нем. И я читал и о преображении Моисея, как пророка Божьего, который был в присутствии Бога, общался с Господом, и он даже не знал, что он преобразился даже, он даже не понимал, что с ним произошло такое чудо, с его телом даже, потому что, когда он спустился с горы со скрижалями, то народ ахнул, народ обомлел. Они видели, что Моисей, как учитель, он весь просветлел, как солнце, и они боялись даже подойти к нему даже, а потом, когда он говорил им заповеди, слова Божьи, потом он накрывался, слава, приходящая вот эта слава, но это чудесный, вообще чудесный случай, вообще, он написан в Библии, вот, о нем я как раз говорил в воскресенье на соборе, а потом зачитывал из Нового Завета о преображении Господа Иисуса Христа, о котором говорил Моисей, еще пророчествовал, что пророк, и как меня возведен Господь, его слушайте, так оно и получилось на самом деле. И Иисус так же, как и Моисей, просветлел, он преобразился, как солнце просиял. Ученики увидели это, пусть, может, не всю картину увидели они, но то, что они увидели, им хватило, чтобы испугаться и упасть на лица свои даже. Вот, и плюс еще, они заметили еще, что Иисус беседует, будучи преображенным таким, в таком состоянии духовном преображенном, он беседует с Моисеем и Ильей. Моисей и Илья находились возле него, возле учителя нашего. И, ой-ой-ой, Господи, спасибо тебе, спасибо тебе, Господь. На соборе в воскресенье, вот это 19 августа, я как раз упоминал и о Серафиме Заровском, о его преображении перед лицом Матавилова, который увидел это чудо, отблеск этой фаворской славы, этой, как мы говорим, фаворского сияния, но это сияния Духа Святаго. Поэтому мы говорим, «Сияй, Господь Иисус, сияй, славою на Богу». Не помню, хорошая песня, «Сияй, Иисус, сияй, во мне сияй Иисус». Аллилуйя, спасибо Богу. И пусть Господь благословит нас, наше преображение в Нем, потому что Новый Завет, Он говорит, что Христос в нас обитает. Он не только ушел на небеса, Он, уходя, сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Господь Иисус Христос, преображенный, прославленный, Он сегодня обитает в сердцах, в простых смиренных сердцах, в наших верующих сердцах. И мы стали чадами света. Удивительная история, удивительная же история. Храм Божий, святой, третий храм, строится из живых камней, из нас с вами, просветленных таких людей, светлых, детей света, в которых живет этот свет истинный. Это сам Господь Иисус Христос. И удивительно, что Он действительно в нас. Это таинство, это таинство, которое даже ангелам непонятно, таинство, как Бог всемогущий может поселиться в простом человеке. Это то, о чем пророчествовал Иеремии, пророк, в 31 главе. Об этом тоже я читал, как раз этот фрагмент из Писания, читал 31 глава, с 31 стиха. Даже, кстати, еще перед тем, я еще перечитывал ее, 29-30 стихи, тоже очень важна, такая истина о кисловинограде и оскомине. Очень хорошее слово. Потому что Новый Завет, действительно, он освобождает нас от всякого рода оскомины. Мало ли, какой кислый виноград ели наши предки, никакой оскомины в нас нет, потому что Господь, действительно, Он простил беззаконие, омыл от грехов наших нас. Бог во Христе примирил с Собою мир, вообще весь этот мир. Аллилуйя, спасибо тебе, Господи. Благодарю Бога Всемогущего. И вот наше преображение в Нем, это великое таинство, великая тайна, которую христиане постигают уже два тысячелетия. Да, на протяжении двух тысячелетий христиане познают эту истину в большей, меньшей степени. Очень многие люди веры, люди верующие, люди, посвященные Богу в разных церквях, разных конфессиях, разных деноминациях, православные, протестанты, католики, очень разные верующие в своей жизни являли в прошлые столетия, в прошлые поколения являли образ Бога познания, Бога ведения, Бога просвещения этого, вот этого преображения, чудо-преображения. И я верю, что в наше время, в нашем поколении величайшее чудо из чудес совершается и совершится таким, величайшее чудо, преображение всего тела Господа нашего Иисуса Христа, то есть преображение всей церкви Господней, всей церкви христианской, преображение всего христианства, потому что для меня христианство это Христос. И я верю, что как Христос воскрес в третий день, и преображенное тело Его, оно было особенным действительно ученикам, просто человеческому уму непостижимое чудо. Вот здесь, ну сейчас это Андрей звонит уже. Хорошо, благоставляю вас, сегодня буду вечером встречаться вот я с пастором Эльдаром, моим старым другом, здесь в Киеве пастор Эльдар Мерзоев, значит, такой очень посвященный Богу человек. Молюсь о действительно Божьем чуде, чтобы и здесь, в Киеве, на берегах Днепра, чтобы славилось имя Господа Иисуса Христа, или Шуа Машиаха, Исса Масиха, Джизус Крайст. Люди, я говорю, в разных национальностях, разных культур, с благоговением произносят это величественное имя. Аллилуйя! И действительно, как говорил еще в XIX веке один философ, Иисус Христос, это тот, о ком, даже одна мысль, о ком, она делает мир чище. Одна мысль об Иисусе, она делает мир чище, делает нас чище. Удивительно. И наше преображение, ведь оно совершается здесь и здесь, нашим размышлением о Христе, нашим молитвенным единением с Богом, во Христе Иисусе Господе нашим, великая сила преображения нашей жизни, нашей веры, нашей надежды, нашей любви, нашего христианства всего. Слава Богу! Благоставляю вас, преображенцы, благоставляю вас, преображенные братья и сестры, благоставляю вас, преображающиеся братья и сестры мои, друзья, дорогие друзья, церковной реформации, друзья, Аллилуйя! Слава Богу! Благоставляю вас всех! И пою благословение с превеликим удовольствием пред Богом и от лица Господнего, благоставляя всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. О, аллилуйя, спасибо тебе Господь, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе и слава и честь, аллилуйя, аллилуйя. Благоставляю всех вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, любимого нашего отца. О, Бога Авраама, Исаака, Израиля, Бога патриархов и пророков. О, Иегова, и имя его. Ютхей, Вавхей. Мы благодарим Бога, Создателя нашего, возлюбленного нашего, и этот действительно, аллилуйя, благоставляет уже шалом, благоставляет и вас тоже, да. А на благодать и мир да умножатся, аллилуйя. Слава Господу. Преображаемся в тот же образ, взираем на славу Божью, взираем на Иисуса Христа, взираем глазами веры, размышляем и преображаемся в тот же образ. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Пусть сила преображающая твоя, Духа Святаго твоего действует в нас. Пусть каждый верующий взирает на тебя, Господь, каждый из нас взирает на тебя непрестанно, Господь, начальника веры, совершителя веры, Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Утром не забываем, в 6 утра подключаемся к молитве утренней. Аллилуйя, аллилуйя.